Итак, дорогие друзья, всем привет, всем доброе утро. Кто сегодня у нас в эфире, кто хочет познавать тайны Торы, welcome, welcome на 224-й урок Миши. Притчи. Видите, у меня все, серебряная кнопка, это значит, что у меня 100 тысяч подписчиков. Профессор, видите, у меня два диплома. Профессор и серебряная кнопка. Ну что, дорогие друзья, все, доброе утро, шалом, собираемся, будь ртов, Яков Шатадин, hello. Все, значит, мы начинаем изучать 225-й урок, 18-й отрывок притчи. В предыдущих отрывках шла речь о воспитании. Мошек и мясорог, шалом, да. Значит, шла речь в предыдущем отрывке о воспитании. И, значит, сейчас продолжается эта тема, но 18-й отрывок, он такой у нас уводит в очень интересную такую плоскость. Значит, бен хазон и пара ам, вешумер тура ашреу. Значит, если нету хазона, хазон это видение. Вот есть такое, хазон и шаяу, то есть это видение. Значит, хазон это видение, и хозе это видящий. Были такие люди, видящие. Хозе это тот, который видит все насквозь. Хозе это видящий, как пророк, пророк. То есть, они тоже назывались хазон и шаяу, это пророчество и шаяу, да. Значит, когда нету, и написано так, когда нету хазона, когда нету этого пророчества, и пара ам. И пара это раз, значит, и пара это такой расхрыстанный, ну, в общем, распустится народ, когда не будет пророков. Вешумер тура, тот, кто сохраняет туру ашреу, он счастлив. Значит, как было дело? Значит, когда-то, когда-то на заре человечества люди, они были, то есть, их системы восприятия духовного мира, у них были включены. И они, больше, чем сейчас, они воспринимали духовный мир. То есть, сейчас обычный человек, он духовный мир воспринимает очень-очень слабо. Почему? Потому что он все время занят, он все время занят миром материальным, обычный человек. Он все время в заботе о том, что поесть, что одеть, что посмотреть. У него вся голова все время заполнена информационными вихрями, которые связаны с этим миром. И только, только, когда человек там учится годами медитировать, и он такой, учится останавливать этот шум, он чуть-чуть может услышать вот эту вот духовную такую сущность вещей. Или бывает, что люди, они, там, ЛСД какие-нибудь, там, грибов нажрутся, и, значит, сидят и смотрят в ковер вот так вот, вот так вот, и видят в ковре всю, там, суть мироздания, прям уходят в этот ковер, знаете. Вот. Так, теперь, раньше были пророки. Пророки – это люди, которые могли совершенно спокойно выйти из своего ума, из вот этой вот машины, которая воспринимает реальность, и зайти в духовное пространство, вообще, совершенно в другую. Знаете, как диапазон в радио берешь, там есть АМ, есть ФМ, да, радиоволны, диапазоны. И вот пророчество – это диапазон, в котором сейчас, на сегодня люди туда заходить не могут. Не могут, отключили этот диапазон. Отключили диапазон, как раз, когда был разрушен первый храм. Во времена первого храма, это было две с половиной тысячи лет назад, было там триста тысяч пророков, были целые ешивы пророков, были целые ешивы пророков, где учили быть пророками. Был Илья у Анови, пророк Илья, у которого были ученики. Пророк Илья, он поднялся на небо, у него был пророк Ильиша, его ученик, который принял. Они могли оживлять мертвых. То есть, это были совершенно люди другого уровня. Теперь, первый храм был разрушен, и после того, как еврейский народ был в изгнании 70 лет в Вавилоне, то последние пророки, они уже все, ну, умерли 70 лет, изгнание там им было, ну, 100 лет, ну, 120 не могли жить, да. Но когда уже вернулись в Израиль, в начало второго храма, то были тогда, аджек, нест, агдула – люди Великого Собрания. Это были 120 самых великих мудрецов, и среди них было несколько последних пророков, у которых еще, у них это качество еще сохранялось. То есть, уже как бы в реальности произошли изменения, на небе там переключили какие-то тумблеры, и люди перестали быть пророками. Но, значит, последние оставались, и они тогда сказали так, что наступает новый этап в истории человечества, в истории еврейского народа, и сейчас пророчества уже нет, а надо знать, что Бог от тебя хочет. Как ты будешь знать? Раньше ты приходишь к пророку, пророк на тебя смотрит, смотрит там внутренним взглядом на небо, и говорит, тебе вот так, тебе вот так, тебе туда, тебе сюда, ты делай так, ты делай не так. Если у человека были там проказы, например, да, то есть люди были, их духовное состояние сразу выражалось в теле и в жизни. После того, как пророчество исчезло, уже идти было некуда. И здесь поэтому написано, когда эн-хазон, когда заканчивается хазон. А царь Соломон, он жил еще за 400 лет до разрушения первого храма. Он сам построил первый храм. И он уже тогда говорил, когда нет хазона, когда нет у тебя пророчества, значит, народ, он делает, каждый делает все, что хочет. То есть, как человек живет тогда, если у него нет знака от Бога, как жить. Тогда он, каждый сам себе выдумал какую-то хрень, и он, значит, по ней, одному то важно, другому то важно, третьему это важно. А как правильно надо жить? А как неправильно надо жить? Ты живешь неправильно, а я живу правильно, там, ну и так далее. И каждый выдумывает себе все, что хочет. Теперь, а кто, когда человек счастлив, написано 18 отрывок, когда нету пророчества, народ, каждый идет в разнобой, в Эжумер Тура, тот, кто сохраняет Тору, счастлив он. Тора, это свет и учение, которое было получено самым высоким из пророков, это Машера Бейну. И Машера Бейну, он от Бога получил всю Тору, и он ее передал, дальше записал, и передал ученикам. И дальше во всех поколениях Тора передавалась, передавалась, передавалась. Интересно, что, вот, как если мы посмотрим по Пертьявот, Шимона Цадик, давайте не так даже, начинается Пертьявот с того, что Моше, Моше Рабейну, Кибель Турами Синай, Моше Рабейну получил Тору на горе Синай от Бога. Ве Масар Ле Яушуа, и передал Тору Яушуа Беннуну, своему ученику. То есть он полностью получил, и он полностью передал. У Яушуа Лескиним. Яушуа передал Старечинам. Дальше передавалась Тора Старечинам. В каждом поколении были Старечины, которые управляли народом, и, значит, вот этот совет Старечин ему передавали Тору. У Яушуа Лескиним. У Сканим Ле Невиим. О, видите, как написано, что вот эти вот Старечины передали пророкам. У Невиим Масруа Леншек Нестах Дла. Невиим, пророки, они передали Тору людям Большого Собрания. Люди Большого Великого Собрания, это как раз вот эти 120 человек, которые были после Вавилонского изгнания и при построении Второго Храма. И вот эти люди Большого Собрания, они сказали три вещи. Какие три вещи они сказали? Авуми Туним Бадин. Будьте медлительны в суде. Они говорят, послушайте, когда было пророчество, все было ясно, был как Святой Дух, то есть, шук, и ты знаешь, как правильно. Сейчас ты всегда должен подумать. Будьте медлительны в суде. Веамиду Талмидим Арбе. И поставьте много учеников. То есть, когда нет пророков, то Тора передается все равно фрагменты, фрагменты, фрагменты. Ни один человек не может всю Тору прямо полностью ее сохранить. А вдруг он умрет? Так они говорят, устанавливайте, мудрецы, устанавливайте много учеников, чтобы каждый ученик, взяв свой фрагмент Торы, если их будет много, они потом в любом поколении смогут собраться и полностью из этих фрагментов сложить всю Тору. То есть, сегодня, например, вся Тора. Есть Хасиды, есть Литовское направление, есть там Бресловские, есть те, есть те. То есть, это все Тора. 70 лиц у Торы. И когда есть много учеников, то мы можем быть спокойны, что, в принципе, в мире всегда существует вся Тора. Только во фрагментах. В Иосусе Ягри Турай. Сделайте ограду для Торы. Сказали люди Большого Собрания. То есть, чтобы точно не ошибиться, где граница между разрешенным, запрещенным, между правильным и неправильным, так вы тогда сделаете заграждение, заградительные полосы. Если нельзя, например, там запрещенные связи с запрещенными женщинами, то как поставить забор, вообще с ними, на них смотреть даже нельзя. И с ними нельзя в одном лифте ехать, вдруг она на тебя набросится. И дотрадиваться нельзя. То есть, это отдалили забор, чтобы эту женщину запрещенную, чтобы вообще вокруг нее минное поле вот такое построили. То есть, все эти действия сами по себе Тора не запретила. Только запрещена именно связь с ней. Но, чтобы не попасть в эту связь, поставили забор. Понятно, да? И то, что сегодня мы видим как Тора, это все заборы, 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 заграждения такие, заграждения, заграждения. Потому что, ну, по факту, все поколения мудрецов, они заборы увеличивали, 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 специально, чтобы оградить. И вот идет сейчас такой хасид в Штраймеле, в таком, в огромном Штраймеле, с пейсами такой, да? Он полностью в заграждении. То есть, он полностью в бункере. У него личный, индивидуальный бункер такой, да? Понятное дело, есть известная история, как один хасид такой, ему, он все-таки нарушил, вот это вот, забор мудрецов. И вот постановление Торы, что нельзя смотреть на запрещенных женщин. Он начал рассматривать одну официантку в ресторане. Это в Бруклине, в Нью-Йорке было дело. И вот такой хасид идет в Штраймеле, ему понравилась одна официантка, и он прям рассматривал ее, рассматривал. И, а как работает голова? Когда у тебя, ну, не Тора в голове, он сразу уже на нее не смотрит, а у него эта официантка внутри там вообще стала такой прям принцессой, да? А не официанткой. И он себе напридумывал, что такое, как понять, в Эйфра расхрастается народ. Он вот так расхрастался, он себе такое понапридумывал, что он ее любит, эту официантку. Он себе придумал, знаете, как человек вот придумывает, я люблю официантку, ну, то есть все. И он не могу без нее жить, все. Значит, он себе такое напридумывал, что капец. А он же не может к ней подойти в Штраймеле. Аграда для Торы, то есть его специально в бункер, как бы мудрецы сказали, что ты подумай, может это тебя остановит. Но он, значит, себе придумал, что нет, меня это тоже не остановит. Я, значит, и он снял Штраймл, сбрил Пейси, бороду, пошел прям все. И одел футболку такую, да? Одел футболку, типа, хочешь похудеть, спроси меня, как? Так, джинсы, кроссовочки. И идет с ней знакомиться. Все, он снял с себя заборы все, бункер. И он переходит через дорогу, прям бежит к ней, прям уже напридумывал себе любовь, все. И тут его, значит, машина сбивает. Насмерть. Потому что он Мишле не учил, там же все предупреждается, что если ты, мы же все учили, да? То есть. И, значит, его сбила насмерть машина, и он попадает, значит, на небо. И ему говорят, суд там за жизнь, все. Он говорит, секундочку, я всю жизнь был праведной, религиозной, все. Вообще, а за что мне такая смерть? Ну, то есть, я же ничего не нарушил еще. Я не успел еще ничего нарушить. Ему говорят, ой, это Мойша, извините, не узнали вас. Ну, это такой анекдот, но по факту человек, человек, внешние проявления, это тоже нити-забор. Значит, тот, кто сохраняет Тору, тот счастлив будет, потому что Тора, она полностью рассказала, показала, определила, как правильно действовать в любой ситуации. Хорошо. Теперь 19-й отрывок. 19-й отрывок. Значит, а, посекунду, я не договорил про Пертья. Вот, очень интересно, это вот я обратил внимание. Значит, Шимона Цедик, он передал, сказал три вещи. Шимона Цедик, он был последний из людей большого собрания, он сказал три вещи. На трех вещах стоит мир. На Торе, на служении, служение Богу и на добрых делах. Вот три главных вещи, чем человек должен заниматься в жизни. Учить Тору, служение сердцем, это намерение, намерение служить Богу, то есть выбрать направление движения. И добрые дела, это основа коммуникации с людьми, что посеешь, что и пожнешь. То есть, ты делаешь добрые дела, вкладываешь людей, создаешь пользу миру и так далее. И вот, если ты жизнь выстроил на этих трех принципах, Тора, что такое хорошо, что такое плохо, служение, твое намерение, оно в сторону Бога, во всем, на всех путях познавай его, ВУ, я жара архотека, он выпрямит твои дорожечки. То есть, у тебя просто намерение, что бы я ни делал, я служу Богу. Все дела твои, пусть будут во имя небес. И третье, добрые дела, у тебя намерение в отношениях с людьми больше давать, чем получать. Просто, как бы, ты понимаешь, ну, ты понимаешь закон, закон простой, что это факт. В мире все в равновесии. Чем больше ты даешь, тем больше ты получаешь. То есть, это понятно. Но, намерение твое не получать, а давать. Все, это Шимон Ацетик нам дал три основы. Потом, после него идет, после него идет Антигнос Ишсохо. То есть, очень странный был человек, да, почему он был странный, Антигнос Ишсохо. Потому что, глава еврейского народа с греческим именем Антигнос, это очень странно. Как он был, ну, то есть, глава евреев, не Шимон, не Рувен, а Антигнос. То есть, уже понятно, что что-то было тут не так. И он сказал такую интересную вещь, что не будьте как рабы, которые служат господину, то есть, Богу, для получения награды, а будьте как те, которые служат не для получения награды, и пусть будет стран перед небесами на вас. То есть, он говорил про намерение, про такой высокий, очень уровень, но его поняли неправильно, и от него уже пошло расхождение. Некоторые его ученики сказали, что нет награды, и отошли от Торы. То есть, он сказал, служите не как за получение награды, тогда награды больше он имел ввиду. А он говорит, они как поняли, служите, что нет награды. И ушли от Торы вообще, да? Интересно. И после него уже, вот после него, уже пошло первый раз, пошло разделение. Йосиба Нюэзер и Шреда, и Йосиба Нюханан и Шерушлан. Первый раз уже пошло, даже внутри Торы, пошло четкое разделение на две ветви, и дальше все мудрецы в каждом поколении шли парами. Было два. Глава еврейского народа, глава раввинского суда. То есть... То есть... Они же жили образно в местах. Не, они... Это первое... В Гмаре написано, первый раз пошли споры в народе Израиля с поколения Йосиба Нюэзер и Йосиба Нюханан. Это было первый раз, когда Тора уже разделилась на два направления. Там хасиды, не хасиды. Ну, в общем, как-то они разделились по пониманию. Даже четко можно сказать хасиды, не хасиды, потому что Йосиба Нюэзер и Шреда, он говорил, пусть будет твой дом домом собрания мудрецов, учите Тору. А Йосиба Нюханан, он говорил, пусть будет дом, полон гостей, фарбринген и так далее. То есть они разделились тогда впервые на хасидов и литаим. Да, это у них совершенно было. А тот Тора, а тот Добрые Дела в это самое. Хорошо. Ну, это мой хидуш, это как бы непроверенная информация. Значит, дальше. Девятнадцатый отрывок. Девятнадцатый отрывок звучит так. Вот это очень интересный отрывок. Это такая бизнес-схема. Бизнес-схема, значит, написано так. Битварим ло ивасэр овот. Словами не... Ивасэр это... Ну, не воспитывается раб. Раб. Киявин вээн маане. Потому что он понимает, но не отвечает. Ну, как бы ответа нету. Что имеется в виду? Значит, в то время люди очень четко делились на касты, как бы, да? То есть, даже до сих пор в Индии это сохранилось деление. Но во всем мире, в России, например, до 1861 года это была отмена крепостного права. Всего лишь это там 150 лет назад. 150 лет назад официально отменили рабство в России. В Америке тоже примерно в это же время было там... Ну, отменили рабство. Но и то, и в Америке, и в России это было, как бы, номинально. А фактически оно еще сохранялось до начала 20 века. Сохранялось... Ну, крестьяне не уходили никуда. То есть, была такая категория людей, которые, они по своему уровню развития и понимания мира, они назывались рабы. Что значит рабы? Они, как бы, были вот в... Вот поел, поспал, поел, поспал, поработал. Их не выпускали из этого состояния. Но они сами особо не выходили из этого состояния, потому что, ну, не понимая, я не знаю, почему, как можно в таком состоянии жить, но таких людей было в мире большинство. И была какая-то маленькая-маленькая прослойка людей, которые управляли, знали, учились, ученые. Была всеобщая безграмотность, тупость, никто не читал, ничего, да? Евреи, кстати, здесь были большим исключением, потому что уже более двух тысяч лет обязательная стопроцентная грамотность в еврейском народе. Дети, неважно, бедные, сироты и так далее, то есть община в любом месте, где жили евреи, ребенка с трех лет брали в хедер, и он начинал учить Тору с трех лет, независимо от своего происхождения. Не было ни одного безграмотного человека на протяжении последних двух тысяч лет в еврейском народе. Теперь, и естественно, что такое понятие, как рабство, как угнетение друг друга, тоже запрещено по Торе категорически, то есть евреи самые такой, ну, по закону, по Торе, да? Если те, кто евреи, живут по Торе, то запрещено друг друга притеснять, обижать, обзывать, там, грабить и так далее. Независимо от твоего положения в обществе, кто ты там, конь, ты священник, ты сын царя и так далее, для всех обязательно закон равен, и никто не имеет права никого не угнетать, не оскорблять, не обвинять, ничего. Теперь, значит, ну, здесь говорится про мир в целом, и мир в целом был устроен, чтобы было такое понятие рабства. И он говорит, царь Соломон, словами ты не можешь раба увещевать. То есть в его тяжелом положении, ну, то есть он как бы, он отличается от животного только тем, что он понимает слова, но слова на него не действуют. То есть слова для него не являются чем-то определяющим в его жизни, потому что определяющим в его жизни являются стимулы, которые двигают, в каждом чете есть внутри животное, и рабу, у которого тяжелейшие условия труда и жизни, который только ест, там, спит и работает целый день, когда ты пытаешься его словами увещевать, не работает. Он понимает, но не отвечает. То есть слова не вызывают у него никакого ответа. То есть если у человека тяжелейшая жизнь, слова, это не то, что может на него повлиять. Понятно, да? Так царь Соломон нам рассказал принцип, принцип, значит, эвет это рабочий, работник и так далее. То есть, опять же, в миренность существуют разные категории. Есть там спиральная динамика, Грейса такая есть, что есть общество разного устройства, есть общество, примитивное общество, есть общество красное, там у него цвета, это там, где властвует только сила, есть структурированное общество, где есть структура, есть дальше там свобода, коучинг и так далее. По факту, что если человек находится на уровне эвет, раб, то слова на него не действуют. Это то, что мы можем здесь увидеть. Давайте подведем итог. Подведем итог. Что мы сегодня узнали? Мы узнали сегодня, что две вещи. Если нет у тебя пророчества, значит, тебе нужна система. Система. И Тора система проверенная. Если ты хочешь реально, чтобы твоя жизнь была выстроена и счастливая, как тут написано, значит, нужно что делать? Нужно знать Тору и жить по Торе. Или ты можешь выдумывать все, что ты хочешь, или ты можешь жить, как тебе кто-то посоветует, но всегда это будет дисгармония и дисбаланс. То есть все любые другие схемы, они где-то не подходят, где-то сбой идет. Дальше. И если кто-то имеет, имеет, как сказать, коммуникацию и отношение с рабами, он должен понимать, что есть категория людей, которые слова не понимают, а понимают только язык грубой силы. Например, если мы идем, смотрим вот там Палестина и Зрасти конфликт, да? То есть есть люди, которые хотят убивать, а есть люди, которые хотят договариваться. И ты не можешь договориться с тем, кто хочет тебя убивать. То есть ты не можешь договориться с человеком о каких-то честных взаимоотношениях, которые там свою дочку или сестру может убить, потому что она вечером пошла погулять там не туда, да? Или не с тем, и ему что-то не то сказали. То есть есть разные типажи продолжи мышление, и ты должен каждый раз, общаясь с каким-то человеком, понимать, к какому типу мышления он относится и говорить с ним на его языке. Вот это то, что я сделал для себя вывод. А вы, значит, сделайте какие-то для себя выводы. И, значит, удачи, успехов, до встречи, благословения. Все, завтра с Божьей помощью уже я улетаю в Израиль, и завтра с Божьей помощью уже будет урок из Израиля, со Святой Земли. Так что надеюсь, что будет еще больше, больше света. Все, удачи, успехов, жду ваших, жду ваших выводов. Все, всем пока.